Всем привет! Добро пожаловать обратно на мой канал. Меня зовут Даша и это информационное билетаристическое шоу новости мира моделизма, где я рассказываю об интересных новинках, делюсь своим мнением о событиях и скандалах в мире моделизма. В конце выпуска по традиции топ-5 новинок этого месяца от меня. Итак, поехали! Многие из показанных сегодня новинок вы можете купить в интернет-магазине Я моделист, ссылочки в описании. Март не принес громких скандалов, АВД путают детали при комплектации своих наборов, но разве это новость? Любопытные вести пришли из культурной столицы. Там проходила выставка «Масштабный мир» и в пяти номинациях пять первых мест занял один из организаторов этой самой выставки. Это, конечно, забавно, что сам себя не похвалит, что никто не похвалит. А что, он может быть и действительно классный моделист. Кого же он мне все-таки напоминает? Кто точно выиграл эту выставку, так это вот этот парень. Аладдин завоевал 14 золотых медалей. Новый мировой рекорд. Тори Фактори выпускает митингующего мужчину в разных масштабах. Судя по летней одежде, из него можно сделать только сторонника BLM. А еще Тори Фактори выпускает набор из двух тяночек, кушающих свой ланч в обеденный перерыв. В мире химии для моделистов тоже есть новинки. На рынке акриловых красок ужесточается конкуренция. Под брендом i7 выходит палитра красок. Ходят слухи, что эта краска имеет испанское происхождение, но это не точно. Отечественный бренд Pacific обзавелся линейкой эмалевых красок для визеринга. Думаю, это будет достойной альтернативы испанской химии по доступной цене. А True Earth оправдывает свое название и выпускает набор текстурных паз для имитации земли на моделях. А испанцы из ОМО выпускают интересный solution box для окраски и визеринга советской техники. Покрашены в цвет четыре боа. Кстати, такой набор идеально подойдет в качестве подарка. Давайте посмотрим на новости производителей сборных моделей из России. Звезда продолжает исполнять свои обещания, данные в каталоге за 2021 год. Они показали рендеры Boeing 757-200 в 144 масштабе. Гражданские самолеты у звезды в последнее время получаются на славу. Думаю, сейчас это чуть ли не их специализация. Также на низком старте подлодка Щука. Специалисты отмечают логичное очленение на детали. Так что ценителем подводного флота должна зайти эта модель. В автомобильной тематике звезда готовит обещанный двухосный КамАЗ 4350. Хотя в каталоге была заявлена немного другая модификация КамАЗ 4326. Но это, видимо, была ошибка или же у ребят из лобния поменялись планы. Впрочем, судя по предыдущим моделям военных автомобилей у звезды, КамАЗ должен получиться неплохим. А еще звезда показала рендеры пушечной версии вертолета Mi 24P в 48 масштабе. Ранее этот вертолет уже выходил у звезды, но несколько другой модификации. Ну а под конец марта звезда показала бокс-арт еще одной обещанной в каталоге модели. Это BRDM-2. Напоминаю, что это не оригинальная разработка фирмы звезда, а перепак старенькой модели от Dragon. А бокс-арт у коробки украшен BRDM в очень странном ракурсе. Red Iron в 24 масштабе выпустили модель первого искусственного спутника Земли. Спутник 1. Это первая модель из пластика у этих ребят. Кстати, скоро сборка этой модели появится у меня на канале. А точную дату, кстати, легко вычислить. Arie Master из Санкт-Петербурга анонсировали модель немецкой подводной лодки класса 202 в 350 масштабе из смолы. Фирма Сталинград выпускает набор фигур. Дети, играющие на стволе танка, пантеры и две девушки, гуляющие по освобожденному Париже. И обе модели будут в 35 масштабе. Студия Perfect Model из Москвы выпускает конверсионный набор из смолы для моделей танков Т-26 от Hobby Boss в 35 масштабе. Тулики из Gun Tower показали целую россию новинок в 35 масштабе. И начнем с советского самосвала. Тут тулики шифруют грузовик ГАЗ-93. Модель будет выполнена из смолы. Также Gun Tower развивает линейку газонов с советскими тягачами. Да, так они опять обходят лицензирование завода ГАЗ. Грузовики ГАЗ-51П будут выполнены в 35 масштабе и тоже из смолы. При этом один набор от другого будет отличаться разными версиями кабины тягача. Также Gun Tower анонсировали набор советского топливозаправщика в 35 масштабе из смолы. И под таким незатейливым названием опять прячется ГАЗ-51. Ну и завершает тему газонов модель хлебного фургона на шасси ГАЗ-51 в 35 масштабе и тоже из смолы. Ну и напоследок Толики выпускают в смоле знаменитую Стеллу Припять аж в нескольких масштабах в 35, 43, 72 и 24. Теперь давайте перенесемся из Тулы в Кострому и взглянем на новинки из ребят на Волжском побережье. В наборах от ОВД вышли очень интересные новинки. Это долгожданный автобус Лиас-677М. Один из блогеров, кстати, тоже будет его собирать на канале. Также вполне узнаваемая модель трамвая КТМ-5М3. И в смоле выходят наборы довольно редких автомобилей. Это Волга на стероидах, Нива Кемпер и фургон Торту. Все новинки, как всегда, в 43 масштабе. Под брендом Model Pro выходит модель автобуса ТС-3965 в облике ССМ, карьерный самосвал БелАЗ. А в облике Model Pro выходит любопытная автодрезина ГДМ-4. У флагмана ССМ выходит модель пожарного автомобиля ПМГ-19 на базе газончика и пожарная версия Шишиги. Под ласточкой выходит модель странной Нивы, трехдверный вариант на длинном шасси. Из Костромы давайте перенесемся в Москву. Там местный Восточный Экспресс проснулся из зимней спячки и выпустил кучу новинок. К сожалению, Восточный Экспресс прекратил развивать линейку бронетехники, а я так скучаю по их моделям. А выпускают они сейчас только пассажирские лайнеры в 144-м масштабе, а именно Embraer, Douglas, Convair и Aerobus A340. Combrick выпускает несколько любопытных кораблей во флотском 700-м масштабе, а среди них есть очень интересные для меня гражданские корабли. Но, к сожалению, они выполнены из смолы. Это рыболовецкий траулер «Луга», научно-исследовательское судно «Ихтиандр» и четыре больших разведывательных корабля «Кавказ», «Запорожье», «Крым» и «Закарпатье». Сел-модел Кит в порог щуки от звезды выпускает модель морского охотника, он же «Мошка» в 144-м масштабе. Модель будет продаваться ограниченным тиражом. V-Model обещает модель советского мобильного оперативно-тактического ракетного комплекса 9К-76 Temp S в 72-м масштабе из смолы. Из холодной России давайте перенесемся к соседу Украине. Тут местные ребята из МиниАрт по традиции продолжают радовать нас новинками и анонсами. В частности, они планируют выпустить немецкий трактор, катающий фашистов в прицепе в 35-м масштабе. Также МиниАрт пускает набор с украинскими дорожными знаками. Вполне логичные наборы для этой фирмы. А как же МиниАрту не выпустить очередную Т-34? На этот раз интересная версия на службы сирийской армии с характерными ящиками на бортах корпуса и интересная установка зенитного пулемета. Соседи МиниАрта по Киеву, ребята из i7, показали рендеры нового варианта модели гладиатора в 32-м масштабе. Теперь это шведские и на лыжах. Также i7 показали бокс-арт модели американского штурмовика Бронко в 48-м масштабе. i7 в апреле выпустили набор фигурок британских пилотов в 32-м масштабе. А в 48-м масштабе они показали рендеры английской торпедной тележки времен Второй мировой войны. Микромир из Днепропетровска выпускает модель российской подводной лодки Фаррель в 72-м масштабе. А стрелец Эра выпускает набор французских конных гранадер в 72-м масштабе. Мастер боксы из Днепропетровска в марте выпускают три новых набора фигур с 24-м масштабе в развитии своего собственного фантазийного мира. А именно дядя на ходулях, девушки на роликах и девчонки-механика в трусиках. Также мастер боксы не обошли историческую тему. В 35-м масштабе у них выходят два набора. Это отступающие американские десантники и брутальные панцер-гранадеры верхом на тигре. Гарбус Модулс на базе своей прошлогодней модели МАЗ-200 выпустили аэродромный заправщик ТЗ-200 в 72-м масштабе. А теперь давайте взглянем на новости из Китая. В Трумпитер показали три интересные новинки. Это советская САО СУ-100 в 35-м масштабе, бронемерседес с зениткой. Кстати, очень жаль, что звезда забросила развивать линейку таких грузовиков. А в теме флота от китайцев можно ждать линкор Тирпиц. Хобби Босс грозится выпустить Леопард С2 в 35-м масштабе в ракурсе снизу. Этот танк выглядит как машина из фантастического фильма. А в 72-м масштабе Хобби Босс показали тестовую сборку российской самоходки береговой обороны А-222 Берег на Минском шасси. Также Хобби Босс показали тестовую сборку будущих новинок в 72-м масштабе и тоже на Минском шасси. Это самоходная пусковая установка 3С-51 мобильного берегового ракетного комплекса Рубеж и пусковую установку 5П-85С в составе ЗРК С-300ПС Волохов М6. Таком продолжает развивать 72-й масштаб интересными комбинированными наборами, в которых будет сразу три модели. И загибайте пальцы. Это тягач МАЗ-537Г, танковый трейлер и танк Т-54Б. Крутой набор в моем любимом масштабе. Также Таком выпускает еще один набор комбинированных моделей, в который будет входить микроавтобус Volkswagen, Т-3 и вилочный погрузчик. Правда, на бокс-арте этот погрузчик ведет в Volkswagen в последний путь в WordPress. Обе машины будут в 35-м масштабе. Продолжаем новости из Китая. А и Dragon в 72-м масштабе показали тестовую сборку поздней четверки. Экраны у модели будут сделаны из фототравления. Наконец, это новая разработка Dragon, а не очередной перепак. И мюзинг-хобби в 35-м масштабе выпускают любопытную версию советского танка Т-72 в тюнинге от славянских ребят. Это видно по характерным зенитным пулеметам по бортам башни танка. Менг в 9-м масштабе анонсировали модель мотоцикла BMW серии R. Модель довольно неплохо проработана. А самое любопытное, что такие мотоциклы можно довольно часто видеть на улицах, например, Москвы. Но только в летний сезон, естественно. Border анонсировали не просто модель, а целое семейство третьих панцеров. Скорее всего, в 35-м масштабе. Саята показали бокс-арт своей грядущей новинке. В 48-м масштабе это танк Т-90 и бронеавтомобиль Тигр под одной крышей. Flyhawk в 72-м масштабе выпускает модель королевского Тигра с башней от фирмы Henschel. Ну что за новинки без Тигра или Т-34? А теперь новости производителей масштабных моделей из других стран. Итальянцы из Итальери выпускают модель итальянского самолета MC-202 времен Второй мировой войны в 72-м масштабе. Также в 35-м масштабе от них следует ждать немецкий истребитель танков Панцер Ягер-1 и немецкий танк чешского происхождения Панцер 35Т. А в области мототехники выходит мотоцикл Кадживо Elephant 850 в 9-м масштабе. Модель будет изображать машину, участвующую в ралли Париж-Дакар. Рижане из Куперстейт Модел в 35-м масштабе выпустили модели бронеавтомобиля Руссобалт. Кстати, такой автомобиль вживую можно увидеть, например, в Москве на Тверской улице. Немцы из Рэбл в 72-м масштабе выпускают советский танк ПТ-76, а в автомобильной тематике выходит в 25-м масштабе Шелби Кобра, в 24-м Пантеак Флиберт. По традиции в конце ролика топ-5 новинок этого месяца. На пятом месте расположилась модель российской самоходки береговой обороны А222 Берег за монументальность. На четвертом месте у меня модель мотоцикла BMW от Минг. Уж довольно много я таких видела мотоциклов на улицах города. На третьем месте милашка-трактор с прицепом от МиниАрта. На втором месте двухосный КамАЗ от Звезды. Да, и КамАЗы я тоже люблю. А на первое место я поставлю автобус ЛиАЗ. Хоть у него высокая цена, но прототип знаковый для многих моих зрителей, я думаю. И это были все интересные новинки, на мой взгляд, в мире моделизма за март 2021 года. Какие новинки вам запомнились больше всего, а что я упустила? Напишите об этом в комментариях. Увидимся в следующем видео. Пока-пока.